Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимко. В данном ролике я хотел бы рассказать о людях, рожденных 6 числа любого месяца. Ну, шестерок я знаю очень много, то есть я опираюсь в основном на практику. Я думаю, что это самое обаятельнейшее число во всем 31-дневном цикле. То есть люди, рожденные 6 числа, и как мужчины, так и женщины, как правило, это наименее конфликтные люди по жизни вообще. То есть умеющие сглаживать углы, либо стремящиеся к этому. Шестерки не могут быть в одиночестве, конечно. Они вообще не мыслят своего существования вне какого-либо коллектива. То есть это как тяга к такому ощущению, как быть каким-то маленьким звеном в какой-то большой цепи. Ощущать себя частью целого. И в этом смысле гармонировать. Ну, шестерка-шестерки рознь, естественно. Бывают, вот я видел деструктивные типы шестерок, которые достаточно злопамятные. Будут мстить всю свою оставшуюся жизнь, если им кто-то дорогу перешел. Но до этого состояния шестерок надо еще довести. Шестерки везде, везде со всеми находятся в связях и в контактах. Часто бывает так, что эти люди вездесущи настолько, что они чуть ли не влезают в твои отношения, в твою семью, в твою работу. Начинают что-то советовать, рекомендовать. Даже тогда, когда, собственно, этого и не хочется, и не нужно. Но как-то шестерки чувствуют себя, повторюсь, частью общества. Им претит быть в одиночестве. И тем более претит, не дав кому-то какую-то рекомендацию или совет. Иногда просто разговариваешь с человеком, рожденным шестого числа о чем-то. А он тебе начинает навязывать свои мысли. Не сказать, что это прямо-таки раздражает или это как-то влияет на отношения. Но есть это вот такие некоторые, ну, можно сказать, деструктивные отклонения в характере. Хотя, по сути, вот лично я за 20 лет наблюдений по астротипологии, по системе астротипологии, о людях, рожденных шестого числа, вообще ничего не могу сказать плохого. Мне такие не попадались. Они никогда не лезут на рожон. Они не сопротивляются. Им не нужны амбиции заоблачные какие-то. А если и нужны, они крайне деликатно идут к своим целям, чтобы не идти по головам, скажем так. То есть, всегда и нашим, и вашим. Можно так выразиться. Шестерки достаточно креативны. Они сразу видят, что будет более эффективным и трендовым, скажем так, завтра-послезавтра. И в этом смысле, конечно, они моментально начинают доносить свои мысли до коллектива. Но если это касается личных отношений, то в семейственности. Но касательно семьи, это отдельная песня про шестерок. Потому что они настолько вливаются в семейственность. То есть, у них два типа вообще. Два типа мышления. Либо карьеристы, либо семьянины. Вообще, шестерки уже живут с мыслью с самого детства зайти в семейственность, в отношения один раз и навсегда. Стерпится, слюбится, как говорится. И при этом, находясь в отношениях, решать все сообща. Ну, как бы преподнося информацию таким образом, что она априори является категорическим императивом. Но доносят они настолько это, повторюсь, деликатно, что даже не кажется, что шестерка как-то навязывает тебе. Навязывает, навязывает. Она это, может быть, и навязывает, но делает это эстетично. Так можно сказать. Шестерки вообще, как правило, справедливые люди. Они всегда будут чаще всего, точнее, на стороне слабых. Вот это обостренное чувство справедливости, чтобы каждого человека можно было понять, услышать, дать возможность развиваться. Повторюсь, шестерки не идут по головам. Они дают возможность всем. Но при этом, как правило, сами очень неплохо устраиваются по жизни. Но связано это, в первую очередь, с их личным восприятием. То есть, для, например, человека, рожденного 3-го числа, или 22-го числа, или, например, 19-го, 18-го числа, жизнь шестерок будет казаться какой-то рутиной и скукой. Ну, просто как пример. А шестерок все устраивает. Они, какую бы ни попали систему координат, они принимают форму этой системы координат, и им уже комфортно. И это абсолютно нормально. Поэтому, в основном, общаясь с шестерками, чувствуется какой-то вот благой порыв, что ли, их действия, их слов. Они умеют обижаться, действительно. Это очень обидчивые люди, и мужчины, и женщины. Но это настолько выглядит аккуратно, повторюсь. То есть, шестерка само по себе такое сглаженное число, что там нет радикализма какого-то. Нету. Можно довести до ужаса и деструктивы шестерку, но даже в борьбе, там, 20-30 лет своей мстительности, шестерка это будет делать так красиво, что даже не поймешь, что он тебя отомстил, по сути. Но это достаточно одержимые люди, потому что, если уж чему-то себя посвящают, то посвящают полностью. То есть, если женщина или мужчина уходят в семейственность, а для них это крайне важный аспект в жизни, то они туда уходят с головой насовсем. Был у вас друг, женился, нет больше у вас друга. Потому что ушел он в семью с головой и быстро принял форму этой системы координат. Казалось бы, вчера вы с ним гудели, отдыхали, а сегодня вы уже не знаете, чем он живет и дышит, так сказать. Но для них семейный хлопот и семейственность в целом это, по сути, основополагающая часть их жизни. Так можно выразиться. Но одержимые они могут быть не только в таких тривиальных, скажем, направлениях, как семейственность, либо там самореализация. Это могут быть одержимости в пагубных вредных привычках. Или, например, я по статистике видел много людей, уходящих в разного рода секты, или там глубоко религиозные люди, которые одержимы какой-то идеи и мысли. То есть, они прямо растворяются в этом. Полностью растворяются, пропагандируют это и так далее. То есть, среди шестерок очень много можно встретить людей, одержимых разного рода фанатизмом. Это действительно так. Так, что еще сказать? Ну, помимо того, что они участвуют в жизни других и стараются все-таки всем помогать, иногда они могут быть достаточно эгоистичными. Это очень легко проверяется, когда шестеркам неправомерно даются все блага раньше времени. Ну, например, мужчина, рожденный 6-го числа любого месяца, в 25 своих лет, получает по каким-то связям и мохнатой лапе какой-то безумный статус, золотовалютный, политический, какой угодно. И, конечно, он не проходит все эти стадии становления, он получает это очень быстро по возрасту. И тем самым, да, он никому жить-то в дальнейшем не мешает, но он становится очень эгоистичным. И ему, по сути, вообще все равно. И, может быть, такой внешний снобизм и презрение даже в этом человеке раскрывается по отношению к другим. То есть, живет исключительно для себя. Поэтому привилегированное положение для шестерок может быть очень даже пагубным. Но, конечно, это такая тонкая грань. Зависит, конечно же, от воспитания и уровня образованности человека, рожденного под числом души 6. Поэтому, как он распорядится этими крайностями в своем характере. Но, вообще, повторюсь, шестерки, они крайне чувствительные люди. Бывают даже порой очень меланхоличные, тонкие эстеты, я бы так сказал. Они могут оскорбиться абсолютно всем. Не так на них взглянули. Или как-то не так им ответили. То есть, это истинные эстеты. Истинные. Они не забудут обиду. Они будут тонко троллить и мстить в течение всей жизни или какого-то эпизода. Но, повторяю, в третий раз. Они этот будут делать так, как ни одно другое число не сделает. Красиво. Эстетично. Обставят это все в таком ярком сценарном, каком-то, как сказать, яркой компании через А. Поэтому шестерки, они ого-го. Это самодостаточное число. Это же одиночное число. От одного до девяти это одиночные самодостаточные личности, как правило. Но шестерка это все-таки часть большой цепи, повторюсь. Так, что еще сказать. Вообще шестерки работают во благо. В принципе, если смотреть в большинстве случаев. Они растворяются в любви к друзьям, к своим женам, мужьям, родственникам. Абсолютно романтические личности, как правило. С очень тонкой душевной организацией. Если любят, то любят раз и навсегда. Полюбят окончательно. Шестерки, повторюсь. Может быть, я уже не помню, говорила я или нет. Они никому не мешают жить. Это самое главное. Лично я считаю, это самой главной чертой характера рожденных 6 числа любого месяца. Они никому не мешают жить. Сами живут и другим дают пожить. Это очень важный тезис. Пожалуй, основополагающий. Дети, семья для шестерок вообще самые важные в жизни. Если уж не в раннем возрасте, то в некоторых случаях они приходят к этому, возможно, гораздо позже всех, там, ближе к 50-ти. Но тогда для них это будет бесповоротно, действительно. Так же, как и родственники и семейственные связи. Они очень ценят всех пра-пра-пра-дедушек и бабушек. Всех родственников. То есть, для них семейственность это второе направление жизни, которое является основополагающим. Хотя и достаточно мобильная психосоматика у людей, рожденных 6 числа. Об этом я тоже выше упомянул. Быстро тающее настроение на глазах. От плачу да смеюсь буквально одна секундочка, может быть. Но, как правило, это не переходит в какие-то рамки, если человек психически равновешен. Это самое гармоничное число в нумерологии шестерка. Вот именно число души, это самое гармоничное число. Эстеты. Хорошо покушать, классно отдохнуть, сходить в галерею, на концерт. Как бы приучая себя и делаясь частью той эстетической элитной группы, которой они хотели бы себя причислить и увидеть. Как бы становиться созвучным тому обществу, тому человеку, с которым они находятся. Принимают буквально форму этой всей общественности, которая окружает шестерку. Достаточно трендовые люди. Они модные, они всегда в тренде. Все, что в моде, сразу видно на шестерке. Сразу. Одежду, образ, майкап, любые музыкальные и кино новинки. Это про шестерку. Шестерки всегда в тренде. Это изысканный жизненный стиль. Также может сказываться на его качественных творческих способностях. Соответственно, в достижениях. Так как, чувствуя восходящий тренд, шестерки не будут жить прошлой жизнью. То есть, тем, что уже пройдено. Для шестерок очень важны азы предков. Семья, семейственные связи, дети. Но самореализация это люди тренда. Всегда. Ну, пожалуй, на этом все. Благодарю за внимание. Надеюсь, доступна информация для вас. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Шимко. Буду рад вам помочь в режиме личной консультации. Обращайтесь в описании к этому видео. Есть все мои контакты. Пока. Мастер Таро Мастер Таро Твоя игра сплошное колдовство. Мастер Таро 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 Продолжение следует...